Приветствую вас и я бы выделил три основных элемента, которые мне кажутся наиболее важными в тексте вашего сообщения. Во-первых, это первое понимание того, что вы учились не на ту специальность, которую вам хотелось. То есть вы поняли, что информатика это не ваш. Поскольку, на первый взгляд, это обстоятельство не является сколько-нибудь важным, то я сразу поясню, почему я на нем заострил свое внимание. Дело в том, что, может быть, это вот чувство неудовлетворенности, когда вы учились, старались, получали образование, а потом выяснилось, что вы по этой специальности работать не будете, может быть, эта неудовлетворенность, она начала переноситься на других людей. То есть, по всей видимости, если говорить именно в контексте этого, а ведь это все началось, именно с того, что у вас пришло осознание, что в сфере информатики, например, вы работать не будете. Значит, если так, то вы можете просто-напросто завидовать людям, которые знают, что хотят. И из-за того, что вы их завидуете, вы выступаете с ними в соперничестве. То есть, может быть, ваши отношения с коллегами в дальнейшем принимают слишком личностный характер, слишком, знаете, такой соревновательный. Это хорошо, потому что в некотором роде это помогает повысить эффективность работы. И чего скрывает некоторые руководители, специально ведут себя так, специально создают такие условия, такую форму работы, когда сопрудники между собой начинают соревноваться. Но соревнование – это спорт, это спортивное отношение. А у вас, у вас все это происходит лично, потому что, и мы здесь плавно переходим ко второму аспекту, значит, именно коммуникации с одной сотрудницей не додали, не додали. То есть, вы не смогли наладить с этим человеком общение. Вопрос. Какое именно общение вы не смогли с этим человеком наладить? Если именно профессиональное, трудовое, то есть, непосредственно исходящее из ваших обязанностей, то можно говорить о том, что вы как-то не совсем корректно к ним относитесь. То есть, с вашими партнерами по работе вас связывают только профессиональные обязанности, которые прописаны в трудовом договоре, заключающимся при поступлении на работу. И все. Вам не нужно больше, а больше, шире контактировать с сотрудниками другими. Если эти люди как-то вас задевают, обижают, оскорбляют, принижают и так далее, то, во-первых, нужно смотреть на это обстоятельство с точки зрения эффективности работы. Принижает это ваша эффективность работы, снижает ее, не позволяет вам полноценно раскрыть себя как субъекта трудовой деятельности. Тогда обращаемся сразу к руководству и жалуемся на этих людей, чтобы они начинали вам работать. Других вариантов у вас нет. Если эти люди на личности переходят, то есть, лично вас как-то пытаются задеть, то это их проблема, это не ваша проблема, это их проблема. Если вы сами реагируете как-то негативно на в целом нормальное поведение сотрудников, то это уже ваши проблемы. И значит, вас что-то задевает, скрывает какие-то ваши внутренние конфликты, то, как ведут себя с вами ваши коллеги. Далее вы пишете по поводу того, что у вас был очень благополучный босс, и общение с ним все очень тяжело. То есть здесь получается, что вы отказывались подчиняться боссу, или считали, что он как-то злоупотребляет свои пополномочия. Опять-таки, опять, здесь тот же самый подход. Если человек мешает вам работать, или создает такие условия, где вы низко эффективны в своей профессиональной, то есть в прямой деятельности, то здесь нужно действовать только через жалобы, через обжалование действий начальника. Другого варианта у вас нет. То есть тут действует сугубо в соответствии с трудовым законодательством. Если человек переходит на личности, например, как-то вас принижают, унижают, оскорбляют, это, опять-таки, его проблема. И человека вам не переделать. То есть он такой, он был таким до вас и будет после вас. Момент здесь заключается в том, что человек может видеть себя как угодно, но не имеет права торгаться в вашей границе. И если он это делает, то вы имеете право от видеть, но только в пределах нарушения вашей границы. Если же человек как-то намеками и своим поведением вас задевает, или его отношения профессиональными к вам вас задевают, то это действительно ваша проблема. То есть это ваша реакция на индивидуальный трудовой стиль человека. Следующий важный момент. Значит, вы пишете, что даже проблема с сотрудниками. Что-то типа неприятия. Прислось срочно увозиться. Возникает такой вот, и это третий уже аспект. Но есть у вас неприятия сотрудников. Может быть, вы держитесь как-то обособленно. Может быть, вы не разделяете их образ жизни. Может быть, вы не разделяете их интересы. Может быть, вы не участвуете в коллективной жизни, так как участвуют они. То есть вне зависимости от того, есть ли у вас с ними связь или нет, есть ли у вас неприятие или нет. Вам, когда нужно работать, вы приходите на место работы в первую очередь для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность. И трудовая деятельность, она прописывается не сотрудниками. Она прописывается в вашем трудовом договоре обязанностями и правами. И ваше взаимодействие с сотрудниками, с коллегами, является обязательным только в части выполнения ваших профессиональных обязанностей, которые защищаются с трудовым законодательством, как мы с вами уже сказали. И больше вам с ними взаимодействовать не нужно. Все, что выше трудовых обязанностей, все, что выше трудовых отношений, это по личному желанию у каждого человека. Хочет взаимодействовать хоть более тесно с коллегами, пожалуйста, не хочет, не надо. Вам не нужно им нравиться, а вы не должны нравиться им. А они вам, кстати говоря, тоже не обязаны нравиться. Главное, чтобы вы не мешали им работать, и они не мешали работать вам. Если такая ситуация происходит, здесь тут только нужно жаловаться. Поэтому я думаю, что может быть вы слишком расвернуто подходите к трудовым отношениям, может быть вы слишком сильно их идеализируете. может быть вам кажется, что отношения с сотрудниками должны быть лучше, чем те, что у вас были. Тогда давайте представим, какие для вас идеальные отношения с коллегами. И что вам мешает, что вам мешало во всех этих трех случаях вот эти идеальные отношения с вашей точки зрения выстраивать. Какие блохи. Понимаете, три места работы это довольно-таки неплохая статистика. Я думаю, что либо вам нужно изменить отношения к каким-то аспектам, которые, судя по всему, проезжают к вам коллеги, перестать воспринимать это как тяжелое или как неприятное, а сконцентрироваться в большей степени на работе. Либо снизить уровень ваших требований, уровень приемлемости рабочих взаимодействий. Именно два этих направления помогут вам решить вашу проблему. Ну и, конечно же, для более детальных рекомендаций неплохо было бы понять суть. То есть, именно коммуникации с сотрудницей, как вы пишете, не задались. А какого рода это коммуникации были? Это было что-то профессиональное или что-то поверх профессионального, это было деловое взаимодействие и так далее. Вы знаете, коллектив рабочий коллектив он всегда с трудом принимает новых людей. Ну, потому что коллектив это такая устоявшаяся ячейка, общественная ячейка. И там он все-все-все-все-на. Когда приходит новый человек, это всегда стресс для коллектива. Потому что новый человек, новые какие-то бедни, новые правила, может быть, что-то еще новое будет. и коллектив всегда себя защищает от таких новых людей. Почему? Потому что в интересах коллектива, как общественного образования, не выгодно, чтобы кто-то из членов этого коллектива последовал за вами, как за новым образом поведения, как за новым образом профессиональной деятельности и так далее. это угрожает коллективу. И поэтому новичков принимают очень тяжело. И у вас, по сути дела, на любом рабочем месте стоит выбор. Либо вы активно вливаетесь в коллектив, а для этого вам приходится разделять его интересы, его там уставы, его режим, его там приоритеты и так далее, его настроение, так и говоря, тоже. То есть, по сути, становиться одной из член коллектива. Либо вы держитесь обособленно, выполняете свою работу и оперируете именно трудовым договором. Но при этом ни с кем из членов коллектива, кроме как на профессиональные темы, больше не разговариваетесь. Вам нужно определить для себя чего вы больше хотите и в зависимости от целей, которые вы себе поставите, в зависимости от целей, точнее, вам нужно выбрать одну из этих целей, один из вариантов, и к этому варианту стремиться. И подумать, в зависимости от выбора этого самого варианта, что вам не хватает для достижения цели. То есть, в первом варианте, что вам не хватает для полной ассимиляции с коллективом, для того, чтобы влиться в него. А во втором случае, ничего вам не хватает для осуществления обособленного поведения от коллектива. Может быть, какие-то сомнения в себе, может быть, комплексы, может быть, неуверенность, может быть, что-то еще. И вот так вы сможете немного судить свою проблему, сделать ее более специфичной, и вам будет легче ее решить. Либо самостоятельно, либо с помощью эксперта, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. «Помогу»! «Помогу»!